Всем привет, друзья! На связи Евгений Гончаров из сайта videosmile.ru. Это шестой урок серии по фишкам Cinema 4D, и сегодня я покажу вам несколько очень интересных и полезных техник, которым вы обязательно найдёте применение в своих проектах. Перед тем, как начать, хотелось бы упомянуть наш курс Super Cinema 4D, на который вам определённо стоит обратить внимание, если вы только начинаете знакомиться с этой программой. Однако он также будет полезен и тем, кто владеет синемой, но хочет углубить свои знания. Курс довольно объёмный и невероятно интересный. В нём сделан упор на практику, поэтому в каждой главе вы будете создавать собственные крутые 3D-композиции. Автором курса является Михаил Бычков. Ссылку на курс вы найдёте в описании к этому видео. А также хочу отметить, что в этом выпуске есть небольшая пасхалочка. Кое-где спрятан секретный купон на скидку в 50% на любой из наших курсов. Тот, кто найдёт купон первым, сможет получить наш курс полцены. А мы начинаем. Поехали! В одном из предыдущих выпусков я показывал способ проецировать объекты или сплайны на другие объекты. А в этот раз я покажу вам способ проецировать материал на геометрию. В первую очередь нужно создать камеру, через которую материал будет проецироваться. Сам материал уже у меня есть, на нём заготовлена простая надпись Projection на альфе. И давайте применим этот материал к объекту, на который будем его проецировать. Теперь переходим к его атрибутам и в параметры Projection выставляем Camera Mapping. Появляется параметр Camera, в котором мы назначаем только что созданную камеру. Теперь если мы переключимся на неё, то сможем настраивать расположение надписи следующим образом. А с другой точки обзора сцена будет выглядеть так. Далее я хотел бы показать вам, как можно очень быстро собрать простой риг для создания такого киношного эффекта, как TransTrav или Dolizum. Он заключается в приближении или отдалении камеры с постепенным изменением её фокусного расстояния, что создаёт эффект сужения или расширения пространства. Покажу вам технику на примере вот такой сцены. Для начала вам нужно будет создать первую камеру, настроить её вид, у меня это уже сделано. А затем нам нужно создать вторую камеру в этой же точке. Теперь переключаемся на неё, увеличиваем её в фокусное расстояние до, скажем, 90. А затем смещаем назад в сцене так, чтобы центральный объект снова был в кадре. Далее нам нужно выделить обе наших камеры, перейти сюда и создать камеру Morrow. Переключаемся в него и здесь, меняя параметр Blend, мы получаем тот самый Dolizum в нашей сцене. На примере этого же проекта я покажу вам, как рендерить в векторе для иллюстратора. В первую очередь нам нужно перейти в настройки рендера, переключиться на стандартный движок и в эффектах добавить Sketch & Toon. Как только вы настроите его по своему усмотрению, нужно перейти в файл, экспорт, иллюстратор. Нажимаем ОК, сохраняем файл, переходим в иллюстратор и открываем его. Вот так мы отрендерили векторное изображение с помощью Sketch & Toon в Cinema 4D. Далее я покажу вам простой способ зациклить симуляцию ткани в вашем проекте. У меня в сцене есть уже plane с настроенным тегом Cloth, и симуляция выглядит следующим образом. Зациклить ее можно при помощи тега PointCache. Давайте добавим его на plane. И далее мне нужно будет сдвинуть PlayHight в точку, которая будет считаться начальной для нашего цикла анимации. Пусть это будет 35-й кадр. И в атрибутах PointCache мне нужно будет нажать на кнопку StoreState и Calculate. Теперь я могу отключить тег Cloth. В атрибутах тега PointCache есть параметр Loop. Он отвечает за количество циклов анимации. Давайте я выставлю 4 цикла и увеличу длительность анимации сцены до 250 кадров. Давайте просмотрим нашу анимацию. И вот в этом месте мы видим шов. Давайте снова перейдем к атрибутам PointCache и увеличим параметр Blend до 25%. Он как раз и отвечает за сглаживание этого самого шва в анимации, который теперь, кстати, пропал. С помощью модуля Экспресса вы можете быстро связывать свойства или текстуры почти так же, как с инструментом Лассо в After Effects. Покажу на примере координат этого нулевого объекта. Сначала нам нужно выбрать родительский управляющий параметр, сделать по нему правый клик и выбрать Expressions Set Driver. Затем выделяем параметр, который хотим сделать зависимым и по правому клику переходим в Expressions Set Driven. Тут доступно две опции – абсолютное и относительное связывание. В первом случае значения связанных параметров будут равны, во втором они просто будут меняться относительно друг друга. Я выберу первую опцию и давайте посмотрим, как параметры влияют друг на друга. Как видите, теперь они связаны. Далее я покажу вам несложную технику, которая позволяет использовать одни объекты как визуальную маску для других объектов. Для этого мне нужно создать новый материал, отключить у него все каналы кроме прозрачности и в параметре Refraction преломления выставить единицу. Закрываем редактор. И теперь нужно применить этот материал к нашему объекту маски. В моем случае это будет просто Plane. Применяю его. И теперь нам нужно закинуть тег Compositing на наш кубик. И здесь снимаем галочку Scene by Camera. Теперь если мы отрендерим сцену, то увидим, что Plane как раз обрезал с собой наш кубик. Если же в теге Compositing наоборот вернуть галочку сюда и снять отсюда, то маска будет как бы инвертирована. У клонера есть еще одно интересное применение. С помощью него можно реализовать плавный переход между сплайнами, который называется Morphing. У меня в сцене есть три таких сплайна. Давайте закинем их в клонер. И переведем в редактируемые объекты. Далее переходим к атрибутам клонера. В Clones выставим режим Blend. Количество клонов единица. И уберем смещение по Y. Также давайте развернем клонер к нам лицевой стороной. И немного подвинем его. Далее нам нужно создать эффектор Plane. И назначить его в клонере, если это не произошло автоматически. Теперь, меняя параметром Modify Clone у плейна, мы будем видеть плавно анимацию перехода одного сплайна к другой. Далее я покажу вам, как отрисовать сплайном звуковую волну любого аудиофайла. Для начала создаем эффектор Sound. Где в SoundTrack выбираем наш трек. Настраиваем параметр амплитуды следующим образом. Переходим к параметру Sampling и выставляем здесь Step. Теперь создаем NoSpline и в его эффекторах назначаем Sound. И вот этот сплайн оживает под музыку. Давайте перейдем к его атрибутам на вкладку Simple и в Steps выставим 32, чтобы уменьшить количество вот этих скачков. В целом, с задачей мы справились, но как сделать углы сплайна более сглаженными? Просто берем Pen Tool. Рисуем прямой сплайн. Переходим к атрибутам MostSpline на вкладку Object. И в DestinationSpline указываем только что нарисованный нами сплайн. Давайте закинем его в Sweep. Быстренько зададим сечение. И применим материал. И вот наша музыка представлена такой сглаженной анимированной волной. В Cinema 4D есть возможность создать материал, который будет представлять из себя изображение с одной из выбранных камер. У меня есть такая сцена, и я хочу вывести изображение вот этой камеры на этот экран. Для этого нам нужно создать новый материал. Отключить все каналы, кроме Luminance. И здесь в Texture выбрать Mograph Camera Shader. Нажимаем сюда. Здесь в камере назначаем нашу камеру. А затем закрываем окошко. В настройках вьюпорта включаем постэффекты вот здесь. И применяем материал на наш экран. Теперь при перемещении камеры видно, что изображение с нее сразу же передается на материал. И, разумеется, это работает и на рендере. Ну и напоследок я покажу вам простейшую технику создания перехода между материалами на объекте. Выбираем два материала, применяем их к объекту, раскрываем последний и включаем здесь канал Альфа. В качестве текстуры выбираем Градиент. И переходим к его настройке. Здесь в Type я выставлю режим 2D V, чтобы материал как бы проявлялся слева направо. А затем нам просто нужно заанимировать вот этот Градиент. Переходим к начальной точке. Настраиваем Градиент таким образом и ставим ключ. Немного перематываем вперед. Приводим Градиент вот к такому виду. Ставим ключ. Перематываем еще немного вперед. И ставим последний, третий ключ. Вот так быстро мы создали простейший переход материала. А на этом на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели этот урок. Надеюсь, он был действительно полезен и интересен для вас. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok